МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». В американских средствах массовой информации бытует утверждение, любая журналистика – это либо общественная деятельность, либо не журналистика вовсе. В то же время те же американцы заявляют, что журналистика делится на два направления – на журналистику с политической позицией и без таковой. Политика и журналистика всегда были рядом, и поэтому в многочисленных спорах на тему «Какой должна быть современная журналистика?» нет-нет и услышишь – обезвлеченный. Об этом и не только поговорим с сегодняшним гостем, политиком и журналистом Юрием Рожкой. Здравствуйте! Здравствуй! Очень рад тебя видеть! Ну вот, перейдем уже для зрителей, чтобы было понятно, она ты? Ну, конечно, мы уже сто лет знакомы уже. Спасибо! Вот твое отношение к утверждению, что любая журналистика – это все-таки общественная деятельность, а если это не общественная деятельность, то не журналистика вовсе. Насколько она соответствует восприятию профессии изнутри? Ну, смотри, я каждый судит со своей колокольни, я считаю, что это призвание. Ну, конечно, это, громкую фразу скажу, служение обществу, служение народу. Если ты чувствуешь, что это призвание, что это ты делаешь для того, что ты мотивирован морально, нравственно, то у тебя это получается. А что касается политики и журналистики, меня часто спрашивают, слушай, ты политик или журналист? Я говорю, слушай, это смежные профессии, да? По профессии я журналист, занимался много лет политикой. То есть, конечно, это очень близкие, хотя журналисты пытаются отразить, что делают политики, или повлиять на политиков. Это тоже очень здорово и важно. И хвала тем политикам, которые улавливают интересные мысли, предложения, идеи, критику ответственных журналистов. То есть, журналист в своем роде еще и такой, ну, не знаю, имиджмейкер, или наоборот, человек, который навязывает определенную политическую повестку? Ну, конечно, я, наверное, и ты тоже отрицательно относусь к такой коммерческой журналистике, в том смысле, что человек умеет хорошо, скажем, как ремесло, хорошо писать, и ему все равно под кого писать, кого хвалить, кого ругать. Вот я для себя открыл лет 20 назад, что, оказывается, мои давнишние знакомые, уже давно не друзья, поняли как-то, что, в общем-то, можно заработать хорошие деньги, плюнув своему лучшему другу в лицо, или там маме плюнув в лицо, или своему народу, или соврав, или просто тебе платят для того, чтобы очернять другого. Есть, к сожалению, это неприятная черта не только в молдавской журналистике, но во всех сколько-нибудь демократических обществах, где деньги важны. И люди понимают, что можно просто заработать, говоря неправду. Это случается сплошь и рядом, вон бедный Трамп, сколько его оплевывали, очерняли люди, которые работали, в общем-то, по нашему мнению до недавнего времени в респектабельных медиа-структурах. То есть, которые имели достаточно мощный кредит доверия своих читателей. Ну да. Вот да. В воскресенье проиграл кандидат, которому я симпатизировал, Хофер, в Австрии. И почитал немножко, почему он проиграл, порылся в интернете. А олигархи этой страны поставили не столько на пожилого человека, который выиграл, я уже не помню сейчас его фамилию, зеленый такой дядька. Они поставили на то, что демонизация этого кандидата от партии Свободы Хофера гораздо эффективнее, чем хвалить того кандидата. Это просто начали вызывать то Гитлер, то нацист, то фашист, то экстремист, то крайне правый. Но люди испугались и не проголосовали, только 47%. То есть, получили отрицательные результаты. Да, то есть, черный пиар, он тоже работает. Но все равно, я считаю, что упрощать и говорить, что все журналисты плохие или продажные, или надо бы говорить, что вот есть у нас ряд ассоциаций, неправильных организаций, которые говорят, все, мы журналисты, не трогайте нас, вы всегда правы. По определению политика, это плохой персонаж в публичной жизни, а журналист хороший персонаж в публичной жизни. Ну, как в любой профессии или занятии. Есть хорошие люди, а есть плохие люди. То есть, я не считаю, что мы, журналисты, должны быть святыми коровами, чтобы нас никто не трогал. Мы там должны оплевывать, очернять политиков, а политики должны говорить, ребята, а мы не будем вас трогать, мы не будем подавать в суд, например, потому что вы журналисты. Четвертая власть. Ну, политика это и риск, надо сказать, что это и риск. А в многих странах погибают сотнями каждый год. Да, к этому тоже вернемся. А статус четвертой власти, насколько он объективен для молдавской журналистики? Ну, не очень я скажу, потому что все-таки, когда в нашей ситуации, в молдавской действительности, если журналисты работают в медиаструктурах, которые ближе к оппозиции, то это ближе к нравственной позиции, к честности, открытости и откровению, чем журналисты, которые работают в медиаструктурах, которые являются производными от власти. Это всегда так было. К сожалению, у нас доминирует такая корпоративная сеть медиаструктур, телевидение, которое обслуживает власть. Понятно, что в этом случае журналисты, которые работают на альтернативных медиаресурсах, они в выигрыше, потому что люди ищут альтернативную информацию. Людям не нравится, когда медиаструктуры хвалят власти или даже как-то выступают вроде адвокатов власти в роли этой, неприятной для нашей профессии. Так что, в общем-то, нет худа без добра, теряют рейтинги и доверие те медиаструктуры, телевидения, которые присмыкаются перед властью. А почему? Не потому, что они любят власть, потому что власть может им хорошо заплатить за то, что они лгут. Да, то есть, и не хочется терять доступ к материальным возможностям. Я по тех коллегам, которые работают в провалственных каналах. Ну, конечно. Но вот как сохранить свое лицо, допустим, работая даже в провалственном канале, где редакционная политика диктует определенный код? А я не думаю, что обязательно нужно работать в таких структурах. Ну, прожить можно нормально, не обязательно подлизываясь к власти. Но люди, которые хотят заработать большие деньги сразу, вот молодые журналисты там, ну, машина, дом, тачка, все, жизнь такая крутая, надо же, ну, так, к большому хозяину идти, сразу сдаваться в плен и спрашивать, а что я должен сегодня писать? Да, ну, это получается абсолютный конформист. То есть, неважно, что... Ну, и получается, к сожалению, им сотни, их уже сотни на меня часто обижались, я многие годы об этом пишу. Там разные корифеи журнализма, когда говорят, ребята, ну, сколько стоят ваши услуги вообще? Чем отличается от проституток? Те торгуют телом, а вы душой. Может быть, даже ваш грех похлегче, чем грех проституток? То есть, и такое бывает. Почему не говорить об этом открыто? И не зря говорится, что журналистика вторая древнейшая. Ну, да, ну, да. То есть, я не хочу, чтобы мы себя сейчас хвалили телезрителям, но это действительно серьезная, ответственная профессия. Я очень уважаю журналистов, которые находятся в постоянном профессиональном росте. Ты не можешь быть хорошим журналистом, особенно телеведущим там, или человек, который беседует с значимыми людьми нашего общества, не имея нормального, скажем, интеллектуального уровня. Ты должен постоянно чего-то познавать, чего-то там вычитывать. Ты должен быть книжником, скажем так, да. Без этого ты просто, тебе кто-то там старший напишет вопрос, и ты будешь там толдычить чего-то. Просто говорящая голова. Да, да, да. То есть, это не работа диктора. Хотя я очень уважительно отношусь к работе диктора. Мне это никогда не удавалось, и не удастся. Это серьезная работа. Но ведущий телепрограммы, я считаю, что очень ответственная профессия, труднее, мне сейчас уже на своем пути чувствую, что труднее вести передачу, чем отвечать на вопросы, и чем писать статьи. Вот ты один на один с компьютером, ты пишешь как-то, ставишь запятые, и придумываешь предложение в одиночку. А когда ты вот в прямом эфире, ты должен показывать, что у тебя там в голове, и насколько ты интересный собеседник. Все верно, да. За компьютером можно уединиться, и можно, в общем-то, и временной отрезок гораздо больше, для того, чтобы сформировать ту или иную мысль. Ты говорил, политика и журналистика рядом. А в каком моменте или когда журналистика становится политической журналистикой? Такой термин сегодня встречается очень часто. Ну, вот видишь ли, нравится нам или нет, в большей или меньшей мере все медиаресурсы, относятся ли мы к ним положительно и отрицательно, в них доминируют политические темы, новости, потому что это людям интересно. Ну, конечно, есть специфические там, культурные, спортивные, научно-популярные программы, это уже отдельный разговор, экологический и так далее. Я не знаю, люди смотрят футбол и все такое, там, шоу, ток-шоу, бизнес и все. Но в основном, конечно, журналист, даже когда он учится, он думает о том, что это общественная жизнь, раз это общественная жизнь, это связано с государством, а раз связано с государством, то это политика. От этого далеко не уйдешь. Я тоже хотел бы про политику сказать, не нужно проклинать политику вообще, потому что кто-то должен руководить страной, общественными делами, государственными делами. Иногда нам политики не нравятся, руководить не нравится. Ну что же, давайте их критиковать, ругать, а не думать о том, что политика – это плохо по определению. Совсем даже не так. Политика – тоже призвание, как и журналистика. Да и у нас есть право выбора, которое надо реализовывать, а не отлеживаться на диване, отдавая свое будущее в чьи-то руки. Согласен. Несколько лет назад я участвовал в медиафоруме международном, на котором диапазон гостей был самый разный. И журналисты из стран Европы, и журналисты из Средней Азии, из России обсуждалась тема, какой должна быть современная журналистика. Имеет ли она право на свое лицо, та или на журналистике, либо журналистика вообще должна быть обезличенной. Ну, меня, во-первых, удивил сам момент, почему обсуждается эта тема как-то глобального характера. Есть журналистика, будем говорить, новостная, есть публицистическая. То есть эти ток-шоу, сегодня невозможны многие ток-шоу на телевидении, вот без того или иного ведущего. Потому что он именно, только он так может построить вопросы, либо наоборот, пригласить тех или иных гостей. Но, тем не менее, сегодня, мне кажется, такое навязывание обезличенной журналистике. Ну, это на Фейсбуке обезличенная, но это не журналистика. Анонимные посты, ругательные. Да, об этом говорили как раз коллеги наши из Евроньюз. Они говорят, ну, здесь нужно никак не демонстрировать свою, так сказать, не то чтобы сопричастность, а свое отношение к тому, что сегодня, или над чем сегодня приходится работать. То есть находишься в какой-то горячей точке, и как-то бесстрастно, на фоне, не знаю, развалина, рассказать о том, почему эти развалины. А бесстрастные журналистики не бывают. Человек, страстное существо, он человек по определению, все, что он делает, он вкладывает какой-то ценностной смысл. Он не может говорить о любом происшествии, не знаю, дорожно-транспортом, я не знаю, там, просто там, какой-то фестиваль, мода, футбол, все, что хочешь. Он все равно вкладывает свое отношение, свое мнение к этому делу. Если мы говорим о Евроньюз, да, это специфический канал, это новостной канал. Но все равно, если мы просматриваем новости этого канала, мы же чувствуем наклонность в ту, в другую сторону. Кого-то немножко аккуратненько похвалить в этой новости, кого аккуратненько прокатить в этой новости. И именно само внимание именно к этому объекту информации уже, наверное, отношение. Ну смотри, что касается обезличенной информации, очень интересная ситуация была с президентским выбором в Америке. Все следили за тем, кто выиграет, вроде Трамп, посмотрим, если он станет президентом. Там такие дела ворочат олигархи глобального масштаба, что неизвестно. Но интересно, что доминирует в альтернативных медиа следующее мнение, что Трамп выиграл только потому, что в Соединенных Штатах очень развит интернет и альтернативные СМИ. То есть все глобальные СМИ, все эти транснациональные корпорации, которые выстроили свои огромные телересурсы, оказались слабее, скажем, чем InfoOrs. Есть такой Алекс Джонс, который говорил 24 часа из 24 возможных, когда еще несколько его более молодых помощников, и даже Трамп ему лично позвонил, сказал, кстати, я тебя благодарю, благодаря тебе я во многом выиграл. По французской альтернативной печати появлялись целые списки тем, которые были запрещены в мейнстрим-мидиа в Соединенных Штатах. 10 пунктов, о которых не говорят из программы Трампа, о которых не говорят ведущие СМИ и так далее. То есть в этом смысле, конечно, интернет нам помогает, и альтернативные СМИ, я думаю, станут еще и еще более весомыми, и официальные, скажем так, или вот такие вот старомодные в какой-то мере медиаресурсы должны очень внимательно относиться к тому, что происходит в альтернативных СМИ, потому что иначе не теряют свои доверия, все равно нужно заглядывать, а что делают ребята, которые имеют там свои блоги, свои сайты, которые имеют там свои видеоресурсы. Многие сейчас приходят, мне очень интересно, что и в России, и на Западе очень многие ведущие интеллектуалы, они не только пишут книги и статьи, они выступают по видео, они понимают, что больше людей смотрят, чем читают. Вот Дугин, например, мой друг, он делает 5 минут, 6 минут каждый день почти директива Дугина. Там другие делают по часу, по 20 минут. Другие не зацикливаются на этом, а сколько, потому что в интернете можешь себе позволить, там это 15 минут или это 35 минут. В зависимости от темы, в зависимости от того, есть у тебя приглашенный, или ты говоришь в одиночку. Мне тоже нравятся эти авторские передачи, когда человек просто вот так встает и начинает говорить, уважаемые друзья, смотрите, что произошло. И он говорит о очень болезненных темах, которые волнуют это общество или даже весь мир. Это очень интересно тоже. Это энтузиасты, которые не обязательно по профессии журналистов, но которые не могут молчать и которые, в общем-то, несут правду в эти общества. Это очень тоже интересно. Получается, что влияние капитала, влияние крупного капитала в ведущих западных странах на общественное мнение становится все меньше и меньше благодаря альтернативным СМИ, благодаря интернету, благодаря альтернативным медиаресурсам. Это абсолютное новшество. Согласен. Но вот опять же свое такое наблюдение озвучу. Доступность, легкодоступность интернета, она ведь открыла двери не только для тех, кто богат интеллектуально, духовно и готов делиться этим своим богатством. И делиться им грамотно, взвешенно. А но и те, кто, в общем-то, считает, что почему бы и мне не позволить. Ведь я один только YouTube забит. Ну, не знаю, люди думают, что они там прекрасно, интересно. На самом деле, хохочешь, знаете, как пишут, а в рубрике «Ржу не могу». Да, да, да. Но вот это удивляет. И в данном случае уже сам подход или сама открытость каким-то образом, мне кажется, снижает значение всего этого. В всем этом море выловить лучшее мнение сложно. Ну, смотри, в 50-х годах один известный французский христианский мыслитель, философ Жак Елул написал такую, люль, наверное, будет по-русски, написал такую сногсшибательную книгу, которая называлась «Унижение слова». Он говорит, еду я по Парижу и смотрю кругом бильборды, кругом реклама. Ну, и вся книга построена на том, как визуальное пространство убивает способность человека мыслить. Вначале было слово, говорит Господь, да. То есть, то, что мы окружены всякими визуальными знаками, мешает нам сосредоточиться. Мы начинаем иметь фрагментарное восприятие жизни. И мы не можем даже усмотреть, вот мы сейчас с тобой говорим, что наши телезрители, вот сидя дома на диване, они все время переключают. А, здесь интересно, вот что сейчас скажут, выжгай или рожка там. А, неинтересно, давай футбол. А там авиакатастрофа, а там, я не знаю, танцы, шманцы и так далее. То есть, вот эта возможность бутонировать, нажимать на кнопочки, она не всегда помогает человеку сосредоточиться на интересных темах. Потому что, ну, общество спектакля предлагает нам легкую жизнь, легкую, вообще жизнь это удовольствие, жизнь это, не знаю, развлечение, да. Жизнь это просто чувствовать себя комфортабельно, и люди не хотят думать о смыслах. То есть, информация должна быть тоже легкой. Да, да, да. И поэтому здесь всегда конфликт возникает, скажем, у телевидения и вообще у медиа институтов. Что делать, ориентироваться за рейтингами или, имея в виду рейтинги, все-таки делать умную начинку, которая помогает воспитывать. Потому что, что бы ни говорили, все равно журналистика имеет педагогическую воспитательную роль. И я думаю, что это, ну, как и литература, хотя там другое художественное творчество, скажем, хотя и наша профессия тоже творческая. Но без воспитательной роли не может быть ни литературы, ни журналистики. — Согласен. Такой вопрос, как представитель телевидения, с некоторой опаской, ну, не то чтобы воспринимаю, я с удовольствием осваиваю новые технологии в интернете, в других средствах коммуникации. Тем не менее, вот определенной осторожностью воспринимаю вот это движение пишущих людей в интернет. И задаюсь это вопросом. Интернет поставит точку в развитии, ну, не знаю, телевидения? Ведь когда-то в свое время также о телевидении говорили, что телевидение поставит точку в развитии печатных изданий. Сегодня вот говорят, что борьба интернет-технологии и телевидение, ну, возможно, похоронит телевидение. Твое мнение. — Или похоронит книгу. — Или похоронит книгу. — Да, ну, смотри, конечно, во всем нужна мера. Почему интернет имеет определенные преимущества по отношению к телевизору вообще? Потому что в интернете ты должен делать минимальные усилия искать то, что тебе нравится. Это чуть-чуть сложнее, чем сидеть дома и нажимать на кнопочки. В то же время, конечно же, интернет, как часть массовой культуры, убивает в человеке возможность сохранять причинно-следственные связи. Я вообще очень сейчас увлечен этой темой, потому что написана груда книги на Западе и в России, и в Румынии о том, насколько визуальное пространство убивает способность мыслить людей. Поэтому рекомендуется, допустим, чтобы родители не разрешали детям до двух-трех лет смотреть вообще телевизор и лезть в интернет. А сейчас как происходит? Мама или папа скажет, на, поиграй с моим айфоном. Ребенок уже не отвлекает, или в телевизоре играет, или там игры, все. Это действительно потому, что мы, как рациональные, как мыслящие существа, способны мыслить нормально, в той мере, в которой сохраняют причинно-следственные связи. А картинка убивает это. Поэтому без книги, без усилия читать, мы теряем всякую способность нормально мыслить. Нам кажется, что мы смотрим на происшествия, но не поймаем их смысл. Вот это самое страшное дело. Мы смотрим фильмы, мы смотрим видео, мы смотрим там разные развлекательные программы. Вот даже очень близкий мне один человек говорит, слушай, давай, он все брал у меня книги, все время приходил, к мне брал книги. Говорю, слушай, вот такая книга появилась, вот я скачал с интернета, я отпринтанул. Говорит, не надо, я лучше посмотрю в Ютубе об этой книге, потому что так легче. Потому что ты становишься лентяем, ты потребляешь видеоинформацию, и тебе неинтересно отритачиваться на тексте. Это не обязательно для всех, конечно. Я говорю о тех, которые причисляют себя к, скажем, к лите, к интеллектуалам, к людям, которые размышляют на более общие темы, чем как просто там выжить, где бы устроиться на работу, где жить. Там все такие вот абсолютно необходимые вещи, которые среднестатистическим человеку, они жизненно важны. А интеллектуал без вопрошаний не может, без тяжелых и тотальных таких тем размышлений он не может. Поэтому все время в поиске. Я думаю, что мы, журналисты, тоже находимся в поиске, даже если это не всегда видно. Кажется, что ты просто сделал передачу. А ведь ты волнуешься, ты думаешь, вот как вот это все лучше подать, чтобы тебя поняли. Я тебе же не безразлично понимаю тебя или нет. Совершенно верно. Не так давно, повторяю, так сказать, свое знакомство с работами одного из классиков политического учения, сейчас не самого модного сегодня, поэтому не буду называть. Вот в его работе натолкнулся на такую мысль. Задается вопросом, кто больший ретроград? Человек молодой или человек, допустим, уже с определенным и достаточно большим жизненным багажом. И вот тут же отвечает на вопрос. Убежден, что человек, то есть самый больший ретроград именно молодой человек. Потому что как максимум все, что он знает, это то, как оно было. Человек в возрасте с жизненным багажом и знанием знает, как может быть еще. И вот я эту кальку примеряю к диалогам со своими коллегами. Потому что я, если вижу, что он понимает, о чем идет речь, и он понимает, как могут развиваться события, значит, он достаточно образован, начитан, и он уже, в общем-то, какие-то там схемы применяет к ситуации, пытается увидеть, что за всем этим стоит, пытливый ум. И мне это нравится. А когда воспринимается действительность, такой, какая она ему преподнесена, и мой коллега пишет материал, вот что увидел, то и спел. И я понимаю, что, в общем-то, настолько сырой, там максимум в голове три учебника, четыре тетради. И ужасно за профессию. Ну смотри, ты абсолютно прав, потому что речь идет о том, что мы находимся в таком отрезке времени, когда человечество становится инфантильным. Впервые в истории человечества молодые люди или дети, или подростки считают себя умнее родителей. Пап, ты не прав, ты же не знаешь. Ты не знаешь английского, например. Например, во все века, времена и вне зависимости от места на земном шаре, человек в возрасте – это, ну, старец, да. Это, значит, человек, который обладает мудростью. Почему? Потому что это опыт. А что такое опыт? Ты просто можешь делать правильные сравнения, потому что тебе есть с чем сравнивать. И твоя жизнь – это твой урок. В любой профессии это. И в личной жизни, и в профессиональной жизни одно и то же. Но сейчас вот очень интересная тенденция на Западе, и мы, конечно, к сожалению, являемся тоже частью всего этого эксперимента глобального. Люди, чем старше, особенно Виталий, я замечаю, чем старше, особенно мужчины, тем они моложе хотят выглядеть. Они одеваются как подростки, как-то по-хулигански. У них поведение, они как-то в какие-то бары ходят, молодежные. Ну, а чем это вызвано? Желание нравится? Нет, потому что теряются смыслы. Потому что человек хочет быть всю жизнь ребенком безответственным, который просто не перестает удивляться окружающей среде и ловить кайф от собственной жизни. У них нет поисков смысла или понимания своей жизни как миссии, как долга перед семьей, перед детьми, перед обществом, перед Богом. Таких занятий нет. Просто развлечься и все. А развлекается кто? Ну, дети, подростки, потому что они еще не дошли до возраста, когда у них есть ответственность на плечах за более важные такие вещи, как твоя семья, твои родители. Ну, вот хотел бы обсудить еще одну тему журналистика. Мне кажется, вопрос, сколько будет носителей этой профессии, столько будет, наверное, и тем. И я очень рад, что у нас сложился какой-то такой разговор, который потребует наверняка предложения. А сейчас бы переключил внимание наших зрителей на такой момент. Предпоследним гостем этой студии программы «Персональный акцент» был тоже журналист, ветеран Франц Пресс Дмитрий Декашко. Русские корни, тут уже французская приставка «де». Очень интересный человек, не знаю, эфир с этим гостем для меня пролетел незаметно. Надеюсь, и зрители у этого эфира тоже были и интересовались в дальнейшем, о чем этот человек вообще. Но, среди прочего, мы с ним обсудили такую тему. Вот формирование в западном медийном пространстве, усиленное формирование темы русофобии. О, хорошая тема. Хорошо, что я бы сказал. Очень интересная тенденция сейчас происходит. За всем этим усматривалось очень много. Он основатель во Франции фонда Русофонии, где сказал, что признателен рождению этой идеи, признателен как раз выходцам из Молдовы и Латвии. У нас, говорит, общая языковая культурная среда. Хотя мы представители совершенно разных этносов, он себя считает, в принципе, больше французом, чем русским. Но великолепно говорит по-русски. Но когда на последнем вопросе, на каком языке мыслим, он говорит, ну, все-таки больше на французском. Ну, конечно. Больше технически ему нужен и так далее. Но русский... Где родился, там и пригодился. Родина, где родился, все равно. Да, согласен. И вот мы по Русофонии поговорили достаточно много. И тем не менее, много открытых белых таких пятен. Вот твоя версия. Откуда взялась такая? Смотри. Я вот сейчас, кому интересно, может зайти на мой блог юрирожка.амде или на изборском. Я перевожу или на, не знаю, флукс.амде. На изборский висит и на русском языке. Я перевожу сейчас на румынский. Один очень важный для этой темы текст. Я тебе скажу, как я к нему пришел. Это Иван Ильин, великий русский православный мыслитель, философ и юрист Иван Александрович Ильин, который в 1947 году написал программную статью, которая называется «Советский союз, не Россия». Это абсолютно уникальная работа, которая настолько важна, что я о ней вспомнил на форуме «Русского мира». Сейчас был в Москве Ассамблея Русского мира месяц назад. И мне господин Никонов предложил выступить. Я сказал, вот вы знаете, на Западе и в посткоммунистическом пространстве продвигается образ врага в лице России. А почему? Потому что геополитическим противникам России удается сохранять или смешивать образ большевистских репрессий, сталинских репрессий, Советского Союза в плохом смысле слова с нынешней Россией. И я сказал, ведь сегодняшняя Россия тоже не СССР, а совсем другое общество. Да, есть продолжение, конечно. Были и светлые, были и темные страницы. Я убежден, что насаждение русофобии является частью стратегии против восстановления единства Европы и России, Евразии. Кто этим занимается? Ну, конечно, глобалисты, которые проживают в основном в Соединенных Штатах. И это нужно понимать. Почему это так важно? Потому что я вот сужу по генерации старше меня, возраста моего покойного отца, люди, которые были в Сибирь сосланы и так далее, они говорят, руший. Я говорю, подожди, нет, не русские, коммунисты, а русские кто сослал? Когда мы берем Ивана Ильина и смотрим, он пишет по советским и российским статистикам, за 22 года советской власти было угроблено 26 миллионов душ. Прекрасном терроре, да? Так, в момент, когда России через своих духовных, интеллектуальных, политических, церковных лидеров удастся донести до Западной Европы, до Соединенных Штатов, до посткоммунистических стран, что СССР и все перегибы советского периода, ничего общества с традиционной Россией и с нынешней Россией не имеет, тогда эти штуки провалятся. И еще очень интересная тенденция, заметь, и она уже необратимая, я очень рад этому. Трамп, как его там клеймили? Агент Путина? Да, рука Москвы. Рука Москвы. Мадам Ле Пен, национальный фронт Франции. Аналогично. Путинцы. Партия Свободы в Австрии. Хофер. Все время его клеймите, что он, а ты говоришь, я за хорошие. Болгария, смотри, здесь додон. Теперь мы говорим про референдум в Италии. Партии провалились евролатры, еврофилы. Кто выиграл? Выиграли две партии, Лига Севера и пять звезд. Партия, которая называется популистка. Я не люблю это слово, потому что все партии во время выборов, они популистки. Просто когда клеймят антисистемные, антисистемные партии поднимаются по всей Западной Европе. Это неминуемо. И какая доминанта у этих всех партий? А мы не хотим ссориться с Россией. Это наш друг. Это наш не только коммерческий партнер. Мы одна цивилизация. Мы один континент. Мы одна Евразия. Мы комплементары. Запад, комплементарно. Западная Европа. И Восточная Европа. И Россия. До Владивостока. Это один мир. И получается, что провал происходит впервые настолько шумно, потому что партии, которые доминировали в западноевропейском пространстве, впервые проигрывают массивно и везде. Я уверен, что вот посмотришь. Это мы, наверное, запишем. Пройдет максимум 2-3 года, и в Западной Европе не останется ни одной, сколько-нибудь значимой партии, которая является русофобской. То есть, народы Запада и народы посткоммунистического пространства просыпаются и понимают, что ими манипулировали и продолжают манипулировать. Поэтому, но с точки зрения России, я думаю, что это очень важно, чтобы русские и российские руководители поняли, насколько важно нюансировать, что Россия это не СССР. Потому что, смотри, сейчас происходит. Весь интернет забит тем, что в Литве, мои хорошие друзья, я очень много там у меня в друзей, в Литве правительство выпустило 300 тысяч экземпляров книжек, которые говорят детям, что делать, когда придут русские танки, как прятаться в лесах, как это вот воду запасать и так далее. Ужас. То есть, это на государственном уровне. Кому должна? Путину еще, да. Путину зачем это Литва? Ёлки-палки. Пусть они живут, эти литовцы будут нездоровы в НАТО и в ЕС, где они хотят. Но это на государственном уровне. И общество этому верит. То есть, происходит, или такая смешная история. Смотрите, что происходит сейчас в Румынии. Выиграл в Болгарии антисистемный лидер. Выиграл в Молдове антисистемный лидер. Венгрия давно в лице власти, руководимой премьером Орбаном, в отличных отношениях с Российской Федерацией. В Польше происходят огромные изменения по отношению к евроатлантистскому вектору. И только Румыния остается островом Атлантизма. Очень интересная история. И Молдова пока немножко тоже отстает. Я даже как-то сказал, что возможно, что через год, максимум два, нынешние молдавские евроэнтузиасты остаются без работы. Почему? Потому что в Европе больше не будет людей, сколько ему значимых, которые будут относиться негодативно к России. Россия не является оппонентом Европы. Россия просто хочет многополярный мир, взвешенный мир. Каждая страна, народ со своим интересом. И это очень здорово. И все больше. И это происходит опять-таки благодаря альтернативным СМИ. Только благодаря альтернативным СМИ. Я вот сейчас слушаю РФИ каждый день в машине. Радио Франция Интернациональ. Уже вроде там Трамп как бы без пяти минут президент. Там еще не закончились все процедуры. Они продолжают мочить Трампа. Трамп популист. Трампа ничего не понимает во внешней политике. Он угробит Соединенные Штаты. Он угробит мир и так далее. По инерции ведущие СМИ еще продолжают промывать мозги общественного мнения. Но все равно люди понимают, что-то не так. Знаешь, что это мне напоминает? Конец СССР. Вот давай подумаем о поколении наших родителей. Я нас с тобой. То есть когда пропаганда уже перестала работать. Вот согласимся с тем, что 50-е, 60-е, даже 70-е годы был этот советский энтузиазм. Уже последние лет 15 брежневского периода, я уже не говорю последние лет 5, уже никто в это не верил. В телевизоре говорили одно, с трибун говорили одно, а мы же все не верили. То есть мы знали, что там, где в руку лгут, что это все условности. Ну мы приходили на комсомольские собрания, отсиживались. Там какой-то дежурный выступающий. То же самое происходит сейчас в Брюсселе. То же самое происходит в международных тусовках, которые еще артикулируют дискурс модный лет 15-20 назад, или даже еще больше, во времена Холодной войны. Все, закончилась Холодная война. Нет врагов в лице России или в лице других государств посоветского пространства. И поэтому эти партии проигрывают. Конечно, инерция мышления очень большая. Но согласись, все-таки 25 лет не так много. За четверть века западные общества начинают понимать, что Россия не враг. И это очень здорово. Но тем не менее, я так и для себя отмечаю, что ставка на русофонство еще есть. На русофонство никто не отменял. И у нас то же самое. Да, ну вот как раз у нас на прошлой неделе в Молдавской столице прошел форум Медиа. И там на нем присутствовал посол Евросоюза Пирко Тапиола. Вот цитата. В Молдове сильное влияние на мнение населения российских СМИ. Поэтому основной задачей прессы должно быть создание качественного информационного продукта, что позволит конкурировать с рынком, ну не знаю, почему-то с рынком Российской Федерации. А что с ним конкурировать? Да, мне кажется. Ну, смотри. Евросоюз готов оказывать всяческую поддержку. Но мне кажется, лучше, на мой взгляд, производить нечто свое, чем, ну не знаю, опираясь на помощь Евросоюза, выполнять заказное. Ну смотри, если хочешь мое мнение, я об этом говорил и публично, и на форуме изборского клуба, когда он создавался, и не только там. Я глубоко убежден, что мы должны быть открытым обществом в том смысле, чтобы не запрещать там российские каналы, или, боже мой, там какие-то другие, там румынские и так далее. Но мы должны опираться на собственную журналистику Тарас. Во-вторых, я убежден уже на горьком опыте не только Республики Молдова, что должно прекратиться всякое финансирование прессы извне. Пресса формирует общественное мнение. Общественное мнение значит выборы. Выборы значит власть. Это значит влияние на умы наших избирателей извне. Вот ты представь себе, что сейчас произойдет, закроем глаза, представь себе, все. Неправительственные организации не получают денег из Запада. Дежурные ведущие СМИ не получают денег из Запада. Дежурные аналитики не являются наймитами данных фуарумов или агентами влияния. И все, меняется картинка. Мы имеем штук 100, максимум 200 безработных, зато мы освобождаем страну от негативного влияния людей, которые прикидываются независимыми журналистами. А что касается этого дядьки, который мне совсем не интересен, Дирко Тапиола, не важно кто он такой, не дано, извините, не хочу матом ругаться при телевизоре. Не будем, конечно, в этот раз, мы после эфира поругаемся. А кто ты такой? Тебя кто спрашивает, что ты развеешь на МЦУ? Нам надоела уже советская власть, потому что когда приезжали разные инструктора из Москвы и учили нас жить. Не надо нам учить жить. Мы сами зрелое общество и будем знать дружить и как сдружить с Россией. Какой телевизор смотреть, какой не смотреть? Это почему Евросоюз считает, что, или евробюрократия, не Евросоюз, евробюрократия, брюссельская мафия. Считает, что Республика Молдова должна быть частью идеологической, идеологической, геополитической, дипломатической торговой войны с Российской Федерацией. Мы не являемся частью войны Соединенных Штатов и их вассалов из Евросоюза против Российской Федерации. Мы не воюем с Россией никак. Ни в военном, ни в информационном, ни в идеологическом, ни в коммерческом смысле. Почему мы должны быть частью этой игры? Почему мы должны позволять, чтобы нас использовали вслепую в этой дурацкой войне глобалистов против России? Это непозволительно. Ну, тем не менее, мне кажется, это происходит. Ну, мне кажется, так оно и есть. Ну, так оно и есть. И это, как говорили советские времена, этому нужно давать отпор. Да. Если уже поставить точку в этой теме, то я говорил, что на русофобство ставка достаточно высока. Достаточно, мне кажется, посмотреть на пример Украины, где все дернется на русофобе. Абсолютно. И это тоже страшно. Ну, надо понимать, что, конечно, это все там передернуто и вообще там не хочу плохие слова говорить, хотя на язык только такие и идут. Ну, а что такое Украина без контраста с Россией? Украина как страна и как коллективная общность и как претензия на самобытность является... Ну, вообще-то всякий этнос происходит в контрасте с другим этносом. Это по этносоциологии, понятно. Борьба за существование. Но там просто людей стравливают. Мне приходится иногда общаться с людьми из Украины. И у нас, конечно же, есть большое влияние, скажем, этого вот отравления через СМИ западными сетями влияния. Но все-таки в Молдове другая атмосфера и политическая, и общественная, другая атмосфера. Но там просто уже таких размеров русофобство достигло, что это просто опасно. Это просто опасно для будущего поколения. Что они учат в школе, что им говорят по телевизору. Я недавно видел, как там они в каком-то дурацком баре, клубе, что ли, имитировали отрезание головы российскому журналисту. И все ржали, хохотали, хлопали, веселились под музыку и так далее. Это как? Азрячина какая-то. То есть вот такая вот по стилю ИГИЛа, это было очень смешно. Люди просто упивались этой сценой и так далее. То есть я опять возвращаюсь к Ивану Ильину, который очень хорошо говорит о патриотизме. И любой, сколько-нибудь значимый мыслитель так же и скажет. Твой патриотизм не может быть основан на ненависти к другому. Или это любовь христианская, православная, глубокая. И если ты любишь свою родину, ты понимаешь, почему тот, твой сосед, любит свою родину так же сильно, как и ты. И ты не можешь не относиться к нему с уважением. Ну вот тогда почему так часто мы видим знак равенства между патриотизмом и национализмом? Ну смотри, есть разные коннотации, если мы говорим о негативном проявлении или отбыве, в смысле этого понятия. Но почему? Обычно, когда мы говорим о национализме, я бы назвал это безбожный или атеистический, или богоборческий национализм. Вот в случае Республики Молдова это происходит. Я тебе скажу почему. К сожалению, приверженцы национальной идеи в скобках, они знают несколько исторических символов, несколько культурных символов, не обязательно самых ярких. Некоторые из них еще живы, некоторые уже нет в живых, этих поэтов, скажем. Которые сакрализируют культуру и десакрализируют культ. Это самая опасная вещь. Для них проблемы, скажем, названия языка, названия учебника по истории важнее всего. У меня один священнослужитель, очень пожилой, уже более 90 лет, как-то сказал, он выходя из Молдовы, три раза сидел в тюрьме человек при коммунистах за веру. Говорил мне следующий, я говорю, слушайте, ваши поэты там в Кишиневе все напутали. Я говорю, что напутали, это был 95-й год. Парень, ты имен Рабзев, это... Буквально на рассвете. Отец, смотря, да, это не Спарянский район, он родился в селе Грозеш, кстати, в одном селе с Плохотнюком. То есть, село скорее ближе к этому духовному лидеру, чем... Он говорит, слушайте, они что напутали у вас там эти поэты. Я говорю, что так? Слушайте, меня спутали Михаила Еменеску с Иисусом Христом. Я говорю, как это происходит, я не могу понять. Говорю, понимаешь, Михаил Еменеску высшее проявление нашей культуры, но это не Бог, на него не нужно молиться. Мы восхищаемся им, но Бог это все, это создатель мира. То есть, это происходит потому, что... В посткоммунистических, либеральных обществах большая часть национальной интеллигенции не является верующей. И поэтому сакрализируют какие-то очень довольно примерные поверхностные культурные символы, для которых это становится... Которые становятся для них вроде такой фундаментальной религиозной верой. Или это, как бы сказать, с точки зрения социологической, это и есть вера. Ну, одним нравятся джинсы, другим нравятся там туфли, другим, третьим машины, да, культ какой-то вот такой. Это своего рода язычество, и поэтому это происходит. Поэтому вот такой подход, он основывается на русофобии. А фобии происходит незнание. Вот ты не знаешь русской культуры, да, и ты путаешь ссылки сталинские с душой русского народа. Вот это происходит. Кстати, наоборот, тоже важно. Многие русскоязычные по инерции относятся очень негативно к Румынии, да. И Румыния ассоциируется с внешним врагом. Совсем даже не так. В Румынии есть придурковатые политики, бесноватые политики, безответственные политики. Политики, не понимающие сути нынешнего молдавского общества. Насколько святой для нас является независимость, как высшая ценность этого государства, этого народа. Совсем не значит, что румынская культура или румынский человек, который идет по улице, является нашим врагом. Совсем даже наоборот. Такие же люди, как и мы. То есть, фобии нужно отгонять через культуру, и через общение, и через правильную подачу информации. Да. Ну вот, под занавес хотелось бы уже, как говорится, время бежит быстро. И наша встреча истекает, и неожиданная философская беседа. И мне, я думаю, этот интерес разделяет и зрители программы. Это крайне интересное мнение Юрия Рожки. И тем не менее, вот я понимаю, что сталкивание двух таких-то, ну, будем говорить, сейчас ведь это как-то геополитизирует, что вот Запад, Восток, Восток привязан к России, Запад – это вот Франция, Германия, эмитенты Евросоюза. Тем не менее, в обществе вот ожидания перемен, которые, ну, не знаю, созданы вот этими вихревыми такими обсуждениями, событиями, которые происходят в мире, в Молдове сегодня ожидания этих перемен достаточно высоки. И ожидания, наверное, эти вот сублимировались в выборе сегодняшнем народа, в выборе абсолютно таком новом. Да, мы пожелали иметь прямые президентские выборы, мы их реализовали, проявили характер, пришли на выборы и выбрали того, кого считаем самым достойным. И вот все это, возможно, приведет нас, ну, вот на твой взгляд, к тем переменам, ну, или хотя бы к первым шагам этих перемен, которые, ну, так ожидаемы сегодня в молдавском обществе. Я считаю, что Игорь Ададона абсолютно исключительная историческая миссия, которую я надеюсь, что он осознает. И я уверен, что с этими выборами начинается новый этап развития страны. То есть, нынешние власти уходят, это неважно, они уйдут через две недели, через два года. Они не смогут удержать власть. И к власти могут и должны прийти более ответственные люди, которые настрадались достаточно вместе со всем народом за эти семь с половиной лет. Я думаю, что это может быть хорошее начало. Но это очень много зависит от персональных качеств и от внимания, с которым новый президент будет следить за тем, как дышит общество и как дышит мир. Наш регион, крупные державы, как выстраивать правильно внешние отношения, как выстраивать правильно общение с обществом. Потому что, ну, действительно исключительно важная миссия, потому что он один, а их много. И в этом смысле у него тяжелая ноша и тяжелая ответственность. То есть, врагов достаточно, желающих поставить под ножку достаточно, помочь гораздо меньше, потому что зависть никто не отменял. Зависть – это проявление гордыни, одно из проявлений гордыни. И поэтому я очень надеюсь, что Игорь Дадон, как верующий человек, и как ответственный человек сможет начать новый период развития нашей страны. Спасибо за этот разговор. Обязательно продолжим общение в рамках программы «Персональный акцент» либо какой-либо другой программы. Спасибо. И я уверен, что и зрителям было интересно. Ведь говорили о журналистике, а все-таки заговорили о политике. То есть, одно без другого невозможно. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был журналист и политик Юрий Рожко. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»